Напоминаю, если россияне начинают говорить о перемирии, о переговорах, значит готовьтесь, что на поле боя или вообще по всей Украине будет эскалация, будет больше бомбежек, больше терактов, больше атак. Потому что россияне так это понимают, они принуждают к переговорам именно тем, что усиливает давление на противника, кем бы они ни были, кем бы этот противник ни был, украинцы, чеченцы, всегда, пока существует Россия, так будет всегда, я вас уверен. Если вы слышите, что Россия говорит о переговорах, особенно на таком высоком уровне, как Путин, значит готовьтесь к тому, будьте готовы, что увеличится количество атак, терактов, бомбежек. Как вот это вот в эпицентре у нас в Харькове, сейчас еще смотрю, четвертая больница, четвертый роддом, блин, что-то, ладно, неважно, потом посмотрим. Надеюсь, санитатура, не верьте этим всем отмазкам, они хотели разбомбить там какой-то склад с боеприпасами, никто не бомбит склад с боеприпасами, подбирает он на выходной день, в час пик, когда больше всего посетители в этом торговом центре. Хотели бы они, подозревали бы они там, разведка их обманула, что там какие-то боеприпасы есть. Можно же было лупануть в час ночи, правда, с субботы на воскресенье, когда там никого нету, там с воскресенья на понедельник, нет, надо было дождаться, целенаправленно старается максимальное количество жертв достичь своими бомбежками россияне. Еще раз говорю, можно посмотреть на ютубе у меня первый прилет по нашей Северной Салтоке, у меня был, то, что я увидел своими глазами, это у меня по детскому садику, они лупанули у меня под балконом. Это вурдалаки целенаправленно так себе ведущие для того, чтобы терроризировать население. Да, так вот, к населению. Очень разочаровала меня женщина в интернете. Мало мне было разочарования в женщинах оффлайн, так еще теперь в интернете они меня начали разочаровать. Пишет, как я помер... Я же говорю по поводу того, что смотрите на карту Дипстейт, мерите расстояние, там на этой карте Дипстейт есть линейка. Сколько от линии фронта до вашего дома, 20 километров, это до вас добивает град, лучше уезжать. Тем более лучше уезжать, если 15 километров до фронта, это у вас по вам уже будут доставать и грады, и ствольные. А если от вас до линии фронта 3 километра, то до вас уже долетать будет 82 минометы, даже если они пока не долетают. Это у вас большая вероятность после боя и полысой рожи увидеть, блин, апостола Петра или Павла, кто там на воротах рая. Или куда вас там пошлет. Так вот, женщина. Если вы не в состоянии померить, как я померю, я же женщина. Как я померю это расстояние, я же женщина. Я не понимаю вообще связки, кстати, при чем здесь. То, что ваш женский пол не понижает автоматически ваш IQ. Не хотите кого-то смышленого, чтобы он вам померил это. Ну это довольно, ну как еще, как еще объяснить. Уже я и отдельность, еще раз отдельно, наверное, видео по карте, просто запись экрана сделала. Просто спросите у знающих людей, сколько от нас километров. То есть, очень опасно становится, когда от вас, от вашего дома, от вашей работы, 20 километров до линии фронта. Вот это уже, то есть это ограды. Так, ну что, понятно, что прилетевшим вот это в эпицентре, то, что два каба эти были, то, что это всего два каба в день, это как бы не легче от того. Они все равно погибли. Но для полутора миллионного города, ну это еще не тот уровень потерь. Очень маленькая вероятность, что прилетит каб именно по вам. Или баллистическая ракета там С-300 это. Но вот грады, это такая фигня, которой много, которая дешевая, которая можно работать очень долго там. Понятно, сколько раз в день. Поехал, перезарядился, опять шмальнул. Поехал, понимаете? А если до вас стволка достает с 15 километров, там уже, ну это геометрическая прогрессия. Вероятность вашего, того, что вы погибнете или будете ранены, увеличивается. Я не знаю, как проще это объяснить. Только тогда у знакомых спрашиваете. Ну как, ну если вы в состоянии написать, если вы кириллицей овладели, ну неужели дип-стейт нельзя понять? Там настолько все элементарно. В любом случае. Не способны вы сделать даже этого? Я бы вам советовал вообще уехать куда-то, даже не вглубь Харькова, просто из Харькова подальше, чтобы уже наверняка безопасно себя чувствовать. Не можете уехать сейчас по каким-то причинам. Старайтесь держаться подальше от мест скопления людей. Потому что россияне целенаправленно лупят по местам, где больше всего будут страдать гражданские. У них цель такая довести до сказок гражданских, чтобы они вопили, орали, кричали этому Зеленскому, что перемирие, перемирие, любой ценой, давайте уже что-то отдадим, землю отдадим, там все на свете отдадим. Это не поможет ни хрена. Потому что любое перемирие Россия будет использовать на то, чтобы накопить силы и врезать еще больше силы. Нам это перемирие, как украинцам, нафиг не нужно. Потому что... Потому что замиримся мы на год, допустим. За это время Россия там на штампует своих Т-34 или всякого говна стреляющего. Нам за это время перестанут давать оружие западных стран. Скажут, что вы помирились, зачем вам оружие, правда? То есть Россия на нефти этой, которую она продает до сих пор, наберет себе денег, наберет себе наемников, наберет себе... Что сделает Украина? Мы продадим зерно и наберем себе наемную армию противостоять Российской Федерации? На что вы рассчитываете? Надо использовать этот момент, пока влез в селок этот Путин, блин, вувяз тут по самое не хочу. Пока нам дают еще вооружение. Сейчас только-только додавливаем, чтобы разрешили бить по Российской Федерации западным вооружением. Только сейчас атакамцы начали 300-километровые приходить, на 300 километров бьют. Вы видите, как они работают? Только сейчас АВ-16 придет. Перемирие. Какое перемирие? Перемирие для Украины сейчас смерти подобное. Пока мы не выбьем нафиг отсюда всю эту оккупационную сволоту, никаких перемириях и речи быть не может. Женщина, ну, я не знаю, что вам еще сказать. Уезжайте из Харькова, если вы не в состоянии померить, сколько от вас до фронта. Не обижайтесь, но, честно говоря, то такие отмазки. Все будет Украина. Не переймайтесь. Украина. Не переймитесь. Продолжение следует...